я остановился передышать привет кстати привет давайте я сейчас представлю что объектив телефона ваши глаза буду учиться смотреть глаза наверное часто может быть обижаетесь на меня может быть осуждаете как-то то что у меня может злитесь на вас это выпешивает и я буквально до этого всякую херь скажем так снимал ерунду да извиняюсь за свой английский дали немецкий кому как удобнее и не знал даже когда у меня канал youtube около года уже и не знал вот о чем снимается ломался вам могу что снимает о чем снимать друзья знаете такой youtube канал есть дорога к фильму да наверное у меня тоже какой-то степени фильм фильмы вернее но дорога не знаю долгое будет у меня к известности или нет чтобы мои фильмы все посмотрели но думаю что она будет сложная долгая ну и с препятствиями наверное вот этот ужас этот трэш действительно шок-контент трэш-контент как многие любят выражаться да мы с вами как потребители люди они как потребители потребляют гадят и ничего не делают ничего не дают замен пока берем-берем-берем-берем небо на меня ругается то что я такие темы тут завожу ну ладно друзья катушка такая друзья катушка рудик видите на люди купаются загорают не кишу вас этот надзор будет и заебет не надо нихуя туда потому что гонять и тогда и сюда что не хоть как-то подозревать будет у вас тут может ищите стоять не надо ничего друзья поджигатель изменений какой хотя когда-то я этим любил заниматься в детстве друзья вот такая вот рыбила маленькая малюсенькая похоже на селедку вам тоже удачи не хвоста не чешуи это для наших зрителей перевести это как удачи не надо говорить вот такие вот сигареты смешные название вернее смешно эти вот ё-моё поэтому ё-моё друзья моей жизни сейчас творится полное ё-моё надеюсь вашей жизни ё-моё не творится вот такой вот жирный лайк на этот видеоролик знаете что мне было лень собираться я собрался и пошел специально для вас ну и для себя тоже любимого отдохнуть вот так вот поэтому не забывайте ставить лайк жирный подписываться и также ставить комментарии друзья я остановился передышать привет кстати привет я забыл с вами поздороваться поскольку на улице очень жарко почти 40 градусов жары где-то 36 тепла жары я уже не могу с меня вот ручьем рекой бьется друзья я собрался опять на рыбалку в тот раз мы с вами ничего не поймали на блесну мы на удочку ловить а вы спросите почему не на спиннинг но спиннинг для меня в том году был дороговат я не стал покупать в этом году они стал друзья заморачиваться оставил все как есть оставил полу удочка у меня такая полу спиннинг ты могу вам показать вот такая вот видите да в этот раз я снял блесну одел обычный крючок разбирается видно всем такая вот средней длины средняя катушка друзья катушка не могу у меня супа холодильник собой вот такая здесь у меня холодненький лимонадик такой вот лимонадик лимонад думаю всем всем видно камера достала нормально и хочется фокусироваться вот видите напиток безалкогольный самое главное друзья он безалкогольный как алкогольная сейчас пить это безумие будет поскольку жарко и просто я например упаду усну денег в канаве я бы этого не хотел думаю вот уже потом я взял такие вот вот моя сумка здесь у меня крючки вам покажу всякая приблуда туалетная бумага как не подумайте то я в туалет я уже так сходил на дорожку а это у меня просто чтобы друзья я на корточке села так сижу на корточке и вам показываю короче друзья здесь у меня ножницы поплавок запасной вот он кусачки сатижи вернее но есть и кусачки тоже не буду доставать аккумулятор powerbank чтобы с телефона меня сядет я мог зарядить чтобы запись не прерывал друзья потом такой хлеб хлеб украинский нарезал очень вкусно мягкие маски и котлетки вошкарев по-домашнему из мяса говядины как там написано отборная говядина думаю на костре будет самое оно так давайте я это уберу так еще друзья вот измененный рюкзак под свет мои штаны здесь у меня такая вот сетка для жарки решетка вернее ну и там постовка бидончик для рыбы мы и просто воды набрать костер и затушить поэтому я вам все показывать не буду видите да деревья все посохли вот например сухое дерево от жары поэтому поэтому друзья давайте выдвигаться быстрее в тенек что меня уже с меня уже течет то ли под то ли жир непонятно хотя вроде бы я не толстый но что-то с меня друзья течет со всего вся одежда уже мокрая не подумайте я не надел штаны я по спине по лбу везде течет пот друзья я отошел в тенек не могу я на жаре уже находиться не плавлюсь надо передохнуть по дороге мы с вами прошли уже осталось совсем недолго кстати у меня не штаны а шорты извиняюсь такие вот видите за военные камуфляжные шорты такой вот рюкзак почти не отличается по цвету ну и мальчика такая ведь эту девушка статуировка на руке с рукавчиком как у меня не знаю видно нет вам всем такая же хотя с рукавом классненькая блондиночка фирма друзья салим кто в теме тот меня поймет что это за фирма что это за майка вообще что это за марка одежды немного этой одежды марки верни давайте я упаду кстати друзья такая вот беда произошла я забыл забыл шнур короче я чё-то меня без попутал я взял розетку ну как это штекер короче а провод не взял надо было наоборот чтобы к пауэрбанку подсоединить телефон поэтому будем экономить заряд чем пахнет за виробоем друзья прям такой запах зоди некую дерево верни куст травой пахнет вообще жесть настолько приятно почему жесть на не жесть я кайф вот друзья кайф поэтому ставьте вот такой вот жирный лайк на этот видеоролик знаете что мне было лень собираться на собрался и пошел специально для вас ну и для себя тоже любимого отдохнуть вот так вот поэтому не забывайте ставить лайк жирный подписываться и также ставить комментарии на мои видосики давайте попьем и пойдем дальше такой вот лимонад холодненький не ледяной конечно уже ну вот вам показать лимонад лимонад я видите да всем видно так что друзья сегодня у нас с вами будет лимонад я он не а настолько жарко что я хочу просто попить воду надо экономить я немного взял чтоб не тащить сумки так тяжелые поэтому сядем где-нибудь тенечек будем ловить рыбу и экономить заряд телефона после окажется не жаркий вам очень сядет я боюсь что я при вас с эти котлетами пожарю я просто не пожарю но без вас поэтому давайте экономить заряд друзья ну и если что-то поймаю я вам тоже покажу хотя на той рыбалке вообще ничего не поймал даже как-то стыдно мне еще ролик не выкладывал на выложу я там то ли звезда то ли но что-то короче такое интересное заснял посмотрите и поставить я думаю комментарий правой больше не буду говорить уже очень много сказал про лайки это не забывайте ставить лайки вам друзья пойдемте забыл показать вам друзьяшки мои я короче бросаю курить думаю на отъезду в москву по прибытию в москву вернее я брошу вообще вот такие вот сигареты смешные название вернее смешно вот ё-моё поэтому ё-моё друзья моей жизни сейчас творится полное ё-моё надеюсь вашей жизни ё-моё не творится вот я ни в коем случае не пропагандирую вредные привычки курение или там алкогольные употребление алкоголя если в других вы моих видеороликах могли наблюдать что я со спиртным это ни в коем случае не пропаганда друзья я ничего не пропагандирую своих видеороликах никого ни к чему не призываю заметьте это просто часть моей жизни какие-то вещи которые были при мне и вот данный момент как эта пачка сигарет довольно таки прикольно называется ё-моё в принципе моей жизни все происходит ё-моё вот и сигареты тоже наверное как-то мне повезло их встретить и купить поскольку недорогие всего 70 рублей стоит поэтому я ни в коем случае вас не призываю к вредным привычкам к пагубным вернее поэтому давайте вместе бросать курить я думаю я брошу мне еще осталось меньше недели я выезжаю в москву и думаю по прибытию я уже буду не курящим человеком я обязательно друзья сниму видео как я себя ощущаю мои ощущения никак не курящего человека вот ну а вам крайне не советую курить закуривать если вы не курите также если вы балуетесь алкоголем или плотно на нем сидите поменьше своей жизни этого дерьма друзья чтобы с вами дерьмо поменьше происходило друзья друзья с вами почти пришли и тебя какая у меня одышка смотрите сколько мы с вами уже протопали и сюда там железная дорога мы ее переходили я в предыдущем видеоролике снимал показывал нам что есть путь а потом ходит поезд поезда вернее вот еще немного и мы на месте давайте свернем она слышите музыка играет если люди купаются отдыхают наверное вы краем ухо слышали визг детишек такие сать такая музыка здесь ретро ничего современного что меня радует дискотека друзья дискотека наверное 80-х 90-х даже на 80-70 музыка детства я 82 года рождения но очень люблю такую музыку я еще батю слушал михаил баба боярского а у пугачёва триумнти песниры до бесконечности друзья можно перечислять очень раньше много было талантливых музыкантов групп друзья вот такую вот озеро я вас немножко видите обману нам надо было не сюда идти а немножко в другую сторону но мы с вами мы должны с вами были туда пойти видите а мы пошли туда никуда свернули но думаю это не беда такой вот друзья еще солнце светит очень ярко и не вижу наполовину что я снимаю но думаю материал будет хороший надеюсь по крайней мере такая вот друзья такое озеро видите люди на катамаранах на надувных лодках вот это пляж здесь все купаются загорают видите да поезд едет шумит дальше я не пойду потому что иначе просто там останусь и все буду купаться и забью на рыбу друзья мне бы для вас хотелось поснимать сегодня рыбалку и как мы с вами будем жарить котлеты если мне хватит зарядки телефона пойдемте наверное присядем передохнем по что-то я конкретно уже запыхался жарко надо попить перевести дыхание попить холодненького лимонаду лимонаде нашу и дыхание друзья перевести потому что но у меня уже тяжелая я весь мокрый по мне то ли вода то ли жир не пойму что-то стекает друзья купаться я не пошел потому что я же вам говорил от наверно оттуда никуда не двинулся дальше искупался прилег бы наверно уснул день теньки нам надо сегодня с вами еще поснимать что-нибудь интересненького и вот кстати я пришел здесь такой вот срачник друзья здесь все очень плохо запущено видите на какая вокруг меня красота природа да такая муж сказать ну не дикая ну не городская да и вот такой вот такой вот срачник друзья посмотрите как помойка на этот вот этот ужас этот трэш действительно шок-контент трэш-контент как многие любят выражаться да вот это вот действительно такой контент наверное у меня сегодня получился вот это вот бревно здесь люди отдыхают и срут видите да отдыхают и срут отдыхают и срут видите да как они срут смотрите какая жесть друзья смотрите какой ужас неужели друзья неужели вам приятно возвращаться снова и снова в такую вот даже у меня слов нет слушайте даже как-то слова сложно подобрать куда возвращаться наверное даже свиньи они чище чем мы с вами да и вот так вот не гадят у себя в загоне на как мы на свободе можно сказать за свободу свободные люди мы приходим отдыхать с вами жарить мясо до шашлык ловить рыбу купаться на ведь природа у нас ни в чем нам не отказывает своих дарах да вот и а мы ее губим на благодарность да друзья мы ее губим посмотрите вот в семейских кто-то да давайте повторим дубль отдыхают и срут отдыхают и срут отдыхают и срут да друзья даже вот смотрю пачка парламента да вот кто-то курит такие дорогие сигареты да и всегда парламент пачка парламента не может да за собой убрать там же сверху целопан да который по-моему как и бутылки пластиковые тысячу лет разлагается да хотел сказать перегнивает перегнивает наверное навоз а пластику столетиями разлагается и эти вилки и ножи и пластиковые салфетки вот эти вот новые салфетки да они же резиновые такие они такие тянутся с ароматами всякими да они жили блин сколько помню в огороде что то я сажал и этот салфетка вам попалась вместе земной то есть я короче сначала закопала потом выкапывал лет через пять и салфетка как новые друзья то есть зачем вот так вот доделать друзья давайте наверно присядем попьем опять водички что-то сегодня такая жара вы не поверите как передачи ты не поверишь также вы не поверите это еще не жара открою-ка я нашего лимонаде к лимонаде у нашего и попью очень друзья очень хочу пить пишите ракет как выходит газы осталось пол бутылки друзья нам с вами еще здесь быть весь день до вечера мне надо было еще взять на что-то я не стал думал будет тяжело то есть тащить а сейчас видите даже заикаться стал жалею лучше бы я тащил чем от жажды потом загибался но как-то надо растягивать наверно тогда воду будем ее стараться друзья как-то растягивать а пробку пробку я подобрал я не мусорю я бы с радостью весь мусор убрал но если вас только что просто мне нереально его донести до ближайшей помойки поэтому думаю может быть я сообщу какие службы хотя куда я буду сообщать расскажет мальчик то что мужчина вы что больны знаете друзья мы с вами как потребители люди они как потребители потребляют гадят и ничего не делают ничего не дают замену пока берем 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 поэтому давайте как-то исправляться я тоже бываю себе не и но не настолько друзья чтобы вот так вот хотя знаете наверное кто-то бросить пачку сигарет подумает она же со временем затеряется на в траве там перед нее там разложиться кто-то бутылку да так оставить кто-то там не знаю мне сок из-под угля да тут пакете какой-то и вот так вот купится копится копится и потом такая вот помойка свалка да как говорится с мира по нитке уже свитер да здесь наверное с одной соринки и куча и куча мусора целая свалка поэтому друзья давайте прежде всего будем людьми нормальными людьми не свиньями и как-то следить все таки мы в своей стране гадим то даже где-то в гостях тем более поэтому давайте будем людьми друзья и стараемся как даже где-то увидели мусор по возможности его уберем мы сделаем одолжение не этому человеку который насрал а прежде всего повысим немножко свой наверное духовный мир друзья самоуважение самооценку я думаю так друзья друзья давайте наверное мусор пока оставим здесь мы забираем свой свои пожитки на и пойдем дальше вам друзья одной рукой неудобно я пока отключаюсь как выйду к озеру я снова буду с вами на связи на связи друзья на связи поэтому друзья ослаждаемся природой не мусорим стараюсь для вас снимать эти мы рано с вами обрадовались нам еще прилично спускаться друзья ну давайте я вам покажу специально включился в онлайн режим люблю так обзывать вам что-то показываю да говорю друзья теперь смотрим моими глазами моими глазами поэтому я взял свои пожитки рюкзак за спину за спину и давайте я вам покажу какая тут почему я так душу наверное надо бросать курить это по-любому может дышать в кадре так не буду как медведь наверное когда за кем-то гонится я ни за кем не гонюсь друзья но как будто наверно за мной гонится такое впечатление на только подумала напишите в комментариях что наверно же как кто-то за тобой гонится вот нет друзья сегодня слава богу за мной никто не гонится просто хочу вам показать всю эту красоту это вот ветки цепляют мое лицо это не настолько страшно так видите да бабочки летают птички поют сверчки и друзья стрекозы летают очень и очень красиво но сегодня очень жарко видите вам стрекоза так успею я и снимать куда-то она села вот только увидеть бы куда вот она вот она вот она друзья хочу вам показать приказа видите чтобы ее не спугнуть и поближе поднимать вот она вот 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 полетела полетела давай давай к нам к нам поближе подруга садись давай приземляйся вертолет нам будем называть вертолет вот она никак не можете площадку выбрать для посадки туда-сюда туда-сюда ну вот наконец-то приземлилась давайте я попробую увеличить получится у меня нет друзья где наша стрекоза пришел рыбу ловить на рыбу ловлю стрекоз так шмели летают а где наша стрекоза друзья что-то вот она вот она летает летает ну все я ее извиняюсь ну скажем так просрал зевал стрекоза от нас улетела друзья пойдем дальше наверное часто может быть обижаетесь на меня может быть осуждаете как то то что у меня может злитесь на вас это выбеживает и я в том числе тем что у меня очень длинные видео ролики всегда но почти всегда друзья просто я столько всего снимаю что 20 минут как большинство видеоблогеров да мне это довольно таки нереально иногда сделать поэтому ролики получаются такие длинные я не знаю интересны они или нет но бывает и час и полтора тут будут ролики которые еще будут длиннее наверно так вот знаете такой youtube канал есть дорога к фильму да наверное у меня тоже какой-то степени фильм фильмы верней но дорога не знаю долгое будет у меня к известности или нет чтобы мои фильмы все посмотрели но думаю что она будет сложная долгая ну и с препятствиями наверное как лошадка буду через них прыгать еще кстати друзья мне очень близко творчество одного блогера я буквально до этого всякую херц скажем так снимал ерунду да извиняюсь за свой английский дали немецкий кому как удобней и не знал даже когда у меня канал youtube около года уже и не знал вот о чем снимается ломался ломал голову что снимать о чем снимать друзья смотрите какая природа красивая вокруг меня моя удочка в траве запутывается что снимать да о чем снимать и тут случайно я да буквально тем летом 2019 года зимой верни наткнулся на канал роду фильм там паша главный главное лицо скажем так этого канала youtube канала и как на него подсел при том человек такой он никак большинство блогеров что ты себя ставит строю на что ты себя хочет показать если они чак сказал почему я я друзья не люблю иногда смотреть глаза давайте я сейчас представлю что объектив телефона ваши глаза буду учиться смотреть глаза ладно давайте обратно к теме вернемся вот и мне очень понравился его контент я ни одного ролика не пропустил кроме ролики новые выходили я у меня оповещение есть на телефоне я сразу же как только мне приходит оповещение с ютуба я бегом бегом смотреть даже на работе его фильмы скажем так он всегда говорил меня фильмы друзья как наверное я вот сейчас тоже утверждаю что у меня не просто длинные ролики у меня фильмы но у этого человека извиняюсь у меня насморк могу точно сказать даже него наверное фильмы а я вот холодной воды попил видите у меня насморк думаю это не мешает съемки но по крайней мере буду надеяться и петель я с тема на тему перескакиваю а давайте перегубы храни положу с вами удочку сумку прибуду свои все вот и у него даже есть такая цитата многим известная каждый человек жизнь каждого человека достойна фильма моему как-то так звучит я думаю что и моя жизнь достойна фильма и каждая из из вас вернее из каждого из вас жизнь жизни это блин друзья не могу я правильно как-то красивая так сказать короче жизнь каждого из вас достойных фильма друзья вот боженька же говорят когда суд после смерти да когда мы все уходим в мир иной да суд наверху да и там наша жизнь а нам ее проматывают мы как говорится есть такая поговорка да вся жизнь при глазами вся жизнь пролетает там перед смертью перед глазами да и наверное вот если у каждого всю его жизнь взять на резочки сделать получится у кого-то комедия у кого-то мелодрама у кого-то боевик у кого-то драм драма да друзья надеюсь у меня вы смотрите да какие-то отрывки из моей жизни надеюсь они лучшие да и это фильм друзья подписываемся на канал павла канал называется роду фильм дорога к фильму канал довольно интересный я уже полтора года на него подписан и не собираюсь отписываться друзья надеюсь благодаря моему этому видеоролику у него еще больше будет подписчиков материал у него очень интересного с ним снимал влоги хотел сказать снимает наверное он сейчас где-то снимает ведь не зря говорят смерть это еще не конец это только начало поэтому думаю его дорога к фильму не оборвалась она он трагически погиб друзья погуглите если кому интересно она не оборвалась до где-то продолжается только без нас поэтому давайте дружно подписываться на его канал также комментировать ставить лайки чтобы в видео уходили в тренды мне кажется далеко от такого подписчика у меня пока и пару тысяч вернее до такого блогер у меня пока и пару тысяч подписчиков нет но думаю все впереди и вы мне поможете тоже такими вот жирными лайками подпишитесь на меня расскажите друзьям что есть такой блогер жека канал вернее жека вот она наверно с вами пора идти вот мы не забываем про род тупим канал павла вот буквально 28 829 пришло мне на youtube оповещение то что на канале паша новые ролики узнаете друзьями такой такая дикая паника адреналина сердце в пятки я думаю неужели он живой все это был пранк человек просто хотел набрать в миллион подписчиков у него такая мечта миллион подписчиков пока только по моему 700 тысяч на данный момент 750 если быть точным вот и он живой это все просто ради хайпа потому что шумихи очень много он поднял вернее его смерть подняла очень много шумихи как обычно когда человек при жизни ему мало замечают когда он уходит все только о нем и говорят и я обрадовался думал он живой захожу на канал и оказывается видимо или жена его целый год видимо нашли это эти видео моменты видеокадры и сделали полноценные ролики кстати очень год это очень долго там ролики довольно непродолжительные наверное все таки его жена искала кто займется продакшеном сделает полноценные фильмы его и выложить на к нему на канал можно на углу или коллеги по цеху с кем он работал друзья близкие коллеги может быть все таки спасибо вам большое от моего лица и от лица подписчиков пашиного канала и думаю новых подписчиков от моих подписчиков которые тоже перейдут станут пашинами скажем так верными подписчиками друзья вы знаете мне недавно моя матушка и такой сон был она такой реально это довольно таки реальный сон я даже немного так испугался с утра проснулся даже на обрадовался будешь подумал то что она жива побежал на кухню но и к сожалению нет не стала вернее четыре года назад почти на 30 января и не стала попала под поезд друзья снизу мне сон вот матушка моя и говорит женя я знаю тебе тяжело знать настолько я уже устал идти и у меня такие темы желание особого нет говорить ну ладно надо все таки наверно чтобы вы это увидели не бы на меня ругается то что я такие темы тут завожу ну ладно друзья и нам не снится говорит я вспоминаю хочу для вас более так все это чтобы это интересно было донести нет это памяти все в принципе переджение я знаю тебе тяжело ну типа держись сын держись вы знаете я до этого думал что они все-таки ушел человек жизни и все его нет его не стало он как компост перегнил земле на могиле и все превратился удобрение для цветочков да на маги на могилке но теперь я думаю что все таки наверное что то есть наверное какая-то жизнь вернее не жизнь а продолжение жизни после смерти на какая-то другая жизнь смерть наверное как вот говорят да есть такие люди смерть это не конец это только начало если бы я думаю она мне как-то по другому приснилось вернее приснилось мне на кухню что-то готовит она любила готовить или где-то там на огороде или просто где-то в квартире да у нас квартира в москве то это одно да она мне приснилось друзья видите как она приснилось то есть совершенно иначе сказала что мне правда друзья очень тяжело это мои проблемы как говорят мужик не должен жаловаться на жизнь да я мужчина я все смогу говорится бог не дает больше испытаний чем мы выдержим выдержим да поэтому я думаю все друзья выдержу но немножко лайков вот таких вот жирных комментариев я думаю меньше легче будет шагать по жизни да особенно если вы будете подписываться активно на мой канал я буду знать что все это я делаю снимаю не зря я покладывай да посмотрите какая красота посмотрите какая красота друзья и сюда как красиво поэтому думаю что она мне не просто так приснилось матушка моя она все видит что у меня в жизни происходит не зря же я на последнюю свою вахту друзья попал у меня прямо объект напротив храма николая чудотворца даже вот заметьте чудотворец он чудеса делает на творит и я думаю это чудо не просто так произошло но вы видели я видеоролики снимал и территорию всю вокруг этого храма и птицу сокол на самом деле это коршун я просто неправильно я птицах не очень нельзя разбирать но потом женщина сказала староста этого храма что это коршун они соком а потом сам это понял посмотрел на ю тубе птицы досок вам немножко поменьше и немножко другой друзья ну вот мы уже подходим к к озеру прудику эти вот березы здесь видите да можете наблюдать давайте помедленнее а то я бегу бегом рыбы хочу наловить для вас для себя в том числе тоже на углях рыбки пожарить или супчику сварить вкусненького рыбного такая вот дорога 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 к фильму друзья скажем так обзовем дорога к фильму потому что у паши свой фильм был а у меня свой поэтому думаю ничуть не хуже получится но опять же на суд зрителей вы мои зрители говорится мои судьи и зрители такая вот друзья красотень здесь видите да сейчас я кстати надо было здесь снимать хотя то мы с вами тоже мусора захватили так такой вот видите на прудик сейчас я попробую увеличить вот прудик видите да люди купаются загорают детишек много друзья видите да какая красота в городе то конечно не везде такое есть люди катаются сейчас я вам поближе покажу катаются видите на катамарана друзья мы подходим уже к озеру я снимал уже здесь когда-то вот это вот дерево по которому видимо ударила молния молния так вот видите как мочи подальше подойдем в победном дом сильно она прям стукнула в дерево поэтому не стойте в грозу под деревьями я вам это говорил в одном из своих самых первых роликов когда я здесь снимал показывал вам это место это дерево что лучше где-то прячьтесь удаляя деревья под деревом стоять нельзя опасно для жизни можете наблюдать давайте ладно поближе чтобы ощутили всю опасность ведь как пол дерева просто сгорела сломалась и какой какой силы должен быть удар чтобы вот так вот дерево бедное дерево короче друзья пойдемте дальше друзья давайте давайте распаковываться на я для ютуба хочу снять поймаю не поймаю тут свободно место мало ли может это ловите там что-то не друзья вот такие парыши взял сейчас откроем баночку такие вот они еще живые наш шевелится друзья бедня не скоро будут чем-то кормом какой-нибудь рыбы если что-нибудь поймаю какая-нибудь решетка будем жарить мясо что сеть то сожгете его сеть а вам она зачем ну не ваша же да просто это каждый будет приходить сеть кидать если каждый так будет сеть приходить кидать ну блин а ты думаешь тут выловят за хуя ну не вот эту сеть нашли вот кто-то здесь сеть кидал как известно сейчас нельзя ждать по закону да я не провал я же не я же вас это не увидел этого я вас не снимаю не бойтесь я же не видел что вы забрала если пьяна что вы кидаете опаснял не видел поэтому друзья но за справедливость с вами на 20 дн отзор будет и заебет не надо нихуя туда потому что гонять и туда и судочками культа подозревать будет у вас тут может и сеть и стоять не надо ничего не делай ни хуя да я просто лесятку снимаю ты тут не снимаешь и завтра будет пиздец шутками придешь даже блядь за судочками навряд ли за кустовы гляд у меня например удочка сети нету еще они скажут смотрите ищите где у меня сеть и как они сегодня мне сделают ну просто хочу для себя друзья вот такой вот здесь мусор все здесь загажено тоже все загадили вот кто-то костер сжег а? не-не-не если меня просит человек здесь сейчас нормальный как бы зачем мне это не надо вот это вот здесь мы будем разжигать с вами костер жарить котлеты такой вот друзья здесь срачник друзья вот такая вот сетка здесь здесь видите да на ветках кто-то проканьерил только лучше виду вот видите сетка друзья друзья давайте закинем поплавок удочку поплавок как правильно я не знаю пишите в комментариях что правильно говорить когда закинуешь поплавок или удочку наверное и то и другое да и он уже клюет 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 видите да уже клюет может быть с вами что-то и поймаем сегодня друзья я крючок поменьше взял троечка по моему позже до этого у меня пятерочка была пробуем видите так здесь неудобно закидывать много веток видите сколько веток прямо над головой ну попробуем что-то поймать немножко подмотаем друзья давайте посмотрим будет клевать или нет там какой-то мальчик с мамой видите женщина плавает на дуном матрасе вон и мальчик он пытается прыгнуть и маме говорит мама а мама вон плывет к нему друзья поплавок клюет видите вернее рыба клюет поплавок дергается смотрите видите да друзья мы немножко подкормили видите хлеба я покидал вот кусочки хлеба вернее кусочек хлеба пол кусочка я скушал пол кусочка я если на если бешут то я немного подкормил вот и мы ждем теперь поклёва поймаем мы что-нибудь или нет сегодня видите как красиво облака как зеркале да небо 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 на воде друзья всякие паучки жучки видите в воде прыгают и вот это вот небо на воде наверное я недалеко закинул поплавок вот чтоб вам было видно вот вся красота я давайте перекинем немножко подальше так но у у у у у у у у чтобы её отведить, видеть. Давай, давай, ловись рыбка. Большая да маленькая. Так, потекать, я думаю, рано пока. Сейчас положит такой лок. Пишите в комментариях, когда вы отсекали. Друзья, смотрите, ящерка по моему рюкзаку. Какое чудо, да? Смотрите, она походу не против познакомиться. А такие вот здесь обитаются здания. Она куда-то убежала. Лежит, бежит, бежит, бежит. Всё. Вон она, вон она, бежит. Сначала мой рюкзак, поскольку он камуфляжный. Я думала, что это трава. Нет, друзья, бежала. Друзья, вот я пока одну только поймал рыбу за три часа. Смотрите, вот такая рыбина. Я её поймаю, если смогу. Такая вот рыбёха. Вот человек тоже сидит, тоже ловит рыбу. И получается, да? Да, и получается. Друзья, смотрите. Мы пришли приблизительно в одинаковое время. Сколько... Человека... Можно я поснимаю рыбу? Давай-давай. Вот. И сколько здесь штук? Ну, 120-30. А как зовут? Анатолий. Очень приятно. А тебя? Меня, Евгений. Очень приятно. Канал Жека. Вот, друзья, Анатолий наловил. Вот тоже ловит на опарыша. Ну, ну ладно. Что значит мастерство? Как говорится, не пропьёшь, да? Его не пропьёшь. Вот. И видите, это как эстафеты сели в одинаковое время. Но человек, видите, сколько наловил? Тут, наверное, штук 30, да? Или 40. Да. А у меня всего лишь пока только одна рыбина. Вот такая, да? У меня... Ну да. Поменьше даже. Поменьше. Сибелёк. Сибелёк называется? Ой, друзья, Сибелёк. У меня всего лишь одна пока. И то вот мне человек сказал, что у меня поплавок неправильный. Я поменял поплавок и сразу пошёл клёк. Видите, как всегда опыт. Вот, хотя я с детства ловлю, но я редко, раз в год. На новом водоеме они такие есть. А почему и на новом? Нет, ну ты. Ты на новом. А, ну... Нет, я здесь был в том году. Леску, удочку, потоньку, крючочек. И в детстве я здесь тоже был. Но... Моё мастерство куда-то испарилось. Поэтому, друзья, видите, да? Уже мёртвая, да? Уже всё задыхает. Да. Да. Ладно, Анатолий. Спасибо. Не буду я... Удачи. Вам тоже удачи. Не хвоста, не чешуи. Как говорят. А? Не хвоста, не чешуи. Это для наших зрителей перевести. Это как? Это поговорка такая. Удачи не надо говорить в рыболовке. А-а-а. Значит, не поймаешь. Надо говорить, не хвоста, не чешуи. А, всё. Не хвоста, не чешуи? Да. Всё. Давайте тогда Анатолий пожелаем. Вот. И не будем удачи желать. Пойдёмся, наверное, ловить дальше рыбу. Друзья. У меня полные штаны счастья. Я поймал ещё одну вот рыбину. Вернее, не одну. Уже, наверное, штук 15-20. Можете посмотреть. Сейчас я кину её туда. Бидончик. Я пока не считал, сколько. Где-то штук 15. Может быть, 18. Я не могу постоянно снимать. Потому что у меня садится аккумулятор. Нам ещё надо котлеты пожарить. Поэтому давайте, давайте пока не будем особо много снимать. Друзья, вот такая вот рыбина. Маленькая. Малюченькая. Похожа на селёдку. Начнём, в принципе, можно сделать жаркое на решётке. Или супчик прикольный сварить. Так что пишем в комментариях, что вы приготовили с этой рыбы. Что бы вы... Какое блюдо, я имею ввиду. Вот она. Отпускать мы её не будем. Потому что у меня такая судьба сегодня. Если б это было вчера или, может быть, завтра, я её и отпустил. Но сегодня я хочу наловить полный бидон рыбы, друзья. Много-много-много полный бидон. Друзья, вот такая вот красота. Уже восемь вечера, почти без пятнадцати восемь. Там он кто-то тоже ловит рыбу. Такое вот небо. Такие вот облака. Их почти нет. Плескается рыба по воде. Слышите, да? Может быть, вам видно. Вон мужичок. Не знаю. Видно, не ловит, как я на днях ловил на лесу щуку. Вон он, видите, да? Тоже на лесу. Друзья, вроде бы клюёт. Знаю одно. Я сегодня с голоду не умру. Это во мне Москва. Суровая Москва. Здесь можно наловить немного рыбки. Пусть даже такой, поскольку рыбак с меня не очень хороший. Но даже такой вот мелкой рыбки можно наловить. И что-то сварганить себе на ужин или на обед. Ну, завтракать, я думаю, вряд ли кто завтракает рыбой. Хотя, наверное, есть такие умельцы. Вот попылок. Видите, какая рыба. Наверняка крупная. Плескается, пускает волны. А мы сейчас с вами ловим обычную. Надо заряды ещё оставить на шашлык, на барбекю, скажем так. У меня жалко, я не смог вам весь процесс заснять. Сколько я наловил, я могу только показать. Вы вправе мне верить или не верить, это ваше дело. Пишем в комментариях, моя это рыба или нет. Ну, или она сама ко мне в бетон запрыгнула, или мне её кто-то подарил или продал. Но, как видите, я стою с удочкой. Дёргается поплывок. Что-то сейчас, думаю, ещё поймаю. Снова что-то вытащу. Хотелось бы, конечно, рыбу-кит. И хотя бы попомнить карпика, но, наверное, обойдёмся этой маленькой. Друзья, я присяду на бидон со своей рыбой. Видите, сколько у меня теперь рыбы сегодня будет. Так, вот я вам покажу. Некоторые уже задохнулось. Так как я уже здесь часа четыре сижу. Какая-то живая. Какая-то живая. Друзья, у меня есть такой вот хлеб. Там вилка в хлебе лежит. Давайте подкормим нашу рыбу. Так вот мягкий хлеб. Давайте сами поедим. И подкормим рыбу. Хлеб очень вкусный, мягкий. Но, мои друзья, рыбе он тоже понравится. Давайте рыбу тоже подкормим нашим с вами хлебом. С набитым ртом не очень удобно разговаривать. Поэтому давайте кормить рыбу лучше. Друзья, жалко, у меня оператора нет. Неудобно одной рукой всё делать, другой снимать. Давайте покидаем. Видите, я окинул хлеб. Подкормим рыбёшку. Видите она? Хоп! Хоп! Вот, друзья, у меня что-то там клюёт. Что-то у меня клюёт. Ай, блин. Друзья, вон кто-то плавает. Видите, да? Кто-то плавёт через прудик этот, через озеро, друзья. Что-то наша рыба не клюёт совсем. Нам сейчас её распугают окончательно. Нашу рыбу, кто-то решил переплыть озеро. Мы пожелаем ему удачного плавания, попутного ветра. А мы с вами продолжим наблюдать за Паплапком. Я его жизнь бы потерял. На улице довольно светло, друзья. На небе уже луна проглядывается. Это не солнце, это луна. Такая вот красота. Тихо, спокойно. На свежем воздухе с удочкой в руках. Удочка. Что-то поплавок почти не дёргается, видимо. И сегодня уже нам хватит ловить рыбу, друзья. Друзья, вот так вот я сижу и думаю, жарить эти отбивные, скажем так, или нет. Наверное, давайте пожарим. Не зря же мы их столько тащили сюда. Друзья, вот я в такой небольшой костёр. Пока что он маленький у нас с вами такой вот. Нашёл опилки древесные, такие щепки. Он сейчас разгорится. Немного соломы. Друзья, поджигатель из меня никакой. Хотя когда-то я этим любил заниматься в детстве. И получалось довольно неплохо. Вот это вот вишнёвое поленье. Это рыба наша с вами. Её уже не видно, наверное, да? Она уже всё мёртвая. Умерла наша рыба с вами. Так, такой вот вид. Можете наблюдать. Замечательный. И наш с вами костёр, который не хочет гореть. Пойдёмте возьмём бумаги. Может, найдём какой-нибудь мусор. Видите, с одной стороны это плохо, с другой хорошо, что есть мусор. Можно его использовать. Какие-то такие салфеты, друзья. Видите, да? Пойдёмте. Какого? Щепки. Нам тоже, друзья, пригодятся. Тут, видимо, баловался тоже. Знающий человек. Разжигал. И немножко коры. Боюсь, что я без вас, друзья, котлеты поём. То, что вся эта аккумулятор, и вы не увидите, как я аппетитно кушаю наш с вами костёр. В кавычках так. Немножко щепок положим. Древесных щепочек сюда. Друзья, и вот такие вот Russian Zippo спички. Боюсь, сегодня без вас будут. Котлеты есть. Белые. Я вам взял даже, видите, решётку, на ней я курицу делал. Чтобы вы могли видеть видео в другом видеоролике. А цыплёнка-то пока я делал. Всё вроде бы горит. Пока отключаюсь, друзья. Пусть разгорается. Когда я приготовлю, покажу, что получилось. Такая красота. Игорь Негода. Продолжение следует...